Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня мы едем в поездку, едем к нашей бабуле. В мае я снимал средний расход топлива по этой же трассе на Рено Сценник 2 бензиновой. Сейчас мы едем на нашем Рено Гранд Сценник 3. Дизель нам сбила все, в общем-то, по нулям. Ехать нам километров 220-230, я уже точно не помню. И покажу, какой выйдет средний трассовый расход. Все, уезжаем из нашей бабовки. Так, друзья, загружены. Здесь у нас, значит, кухня, то есть плиты эти ДСП. Инструмент, блин, одежда, вещи. В общем, скажу вам, что багажник здесь огромный. Друзья, прошла первая сотня километров. И средний расход у нас составляет 6,1 литра на 100 километров. Еду в среднем 120 километров в час. Все, едем дальше. Все хорошо, погода отличная. А мы тем временем приехали в Мозырь. Смотрите, какая красота, какая Припять красивая. Пробег у нас уже снизился на 5,9 литра. Все хорошо, едем дальше. Продолжаем движение. Разменяли уже две сотни. И расход у нас составляет 5,9 литра. Едем дальше. Нам осталось порядка 50 километров. Даже меньше у нас входит. Да, еду в районе 120 километров. А, это же по дороге получается. Все, друзья, мы подъезжаем к месту назначения. Нам тут осталось буквально метров 500. В общем, что по итогу. Прошли 261 километр. Дорога тут, конечно. Так, смотрим. Расход 5,9 литра на 100 километров составил. И запас хода еще на 690 километров. Ну и вот указатель уровня топлива. Все, время 15.55. Мы приехали. А вот оно, наше Марковское. Деревня нашей бабули. Так, потиху разгружаюсь. И поедем мы в гости. В общем, сегодня будем отдыхать. Друзья, всем добрейшего вечера. Мы уже у бабули. Смотрите, какая красота, блин. Кузнечики. Все тут живет. Пошлите, я вам покажу. Уже начинает темнеть. Вернее, уже практически стемнело. Такой у бабы дворик. Дом находится рядом с шоссе. Это дорога до Глушкович, до границы с Украиной. Такой у бабули имеется шассик. В идеальнейшем состоянии. Сценника здесь нету. Должен он был здесь стоять. Остался он у тетки, потому что, сами понимаете, нас встречали и было не то состояние, чтобы его пригонять. О, в шассике даже мигалка есть. Следующий вечер. Ездили сегодня опять в гости, потому что сегодня праздник какой-то, работать нельзя. Сценник уже стоит у нас во дворе. Все, а завтра мы будем у бабули работать. Да? А это типа видео пойдет? Да. А, ну ладно. Это у нашей бабули такой двор. Всем, друзья, добрейшего времени суток. Сегодня у нас суббота. Погостили у бабули. Сегодня мы едем домой. Время уже, наверное, часа три дня. Еще пару часиков побудем. И поедем. Да, сегодня мы дрова возили. Вот такой бабый огород. Кругом лес. Вон сколько дров. Шассиком возили. Сколько, наверное, тережек, 8 перевезли. Вон туда. Ну, погода обалденная. Друзья, всем привет. В общем-то, вернулись мы уже от бабули. Вернулись с деревни. В деревню, в принципе, в нашу. А какие, в общем-то, итоги, друзья? Проехал я, значит, давайте с вами полистаем бортовой компьютер. Проехал я 580 километров. Так. Средний расход топлива составил 6,1 литра на 100 километров. Спалил 35,7 литра. Так, ну, вроде больше все, ничего такого. Назад ехал уже со скоростью где-то 130 километров в час. То есть, в среднем вот 120 туда и обратно ездил. Дорога там ужасная, плохая. И кое-что я, в общем-то, заметил такой нюанс в этом автомобиле, который надо устранять. Это то, что плохо держат задние амортизаторы. Они не потекли, ничего, они целые. Но они, когда машина груженная, они жопу плохо держат. То есть, когда там, ну, дорога вся вот такая вот. Ну, короче, там скачешь на этой дороге. Было у меня точно такое. Во втором Гранде тоже как-то мы ездили. В прошлом году была тоже такая ситуация, что не держали амортизаторы. Потом я амортизаторы заменил. Вот мы ездили последний раз в мае. Был ролик у меня на канале. И когда уже с нормальными амортизаторами мы в мае ездили, она шла, ну, тот Гранд 2 шел вообще отличнейшим. И ты даже не так устаешь в дороге, как вот с уставшими задними амортизаторами. Поэтому заказал амортизаторы. Нашел хорошую на, ну, бэушку хорошую на автостронге, оригинал с англичанки. Пробег там автомобиля что-то около 120 тысяч километров был. Ну, автомобиль там, ну, короче, как он там целиком, узлом вывозится оттуда. Должны прийти, поставим, посмотрим, изменится, что не изменится. Пружины целые на пружинах маркировки. Вам тоже потом покажу, уже точно их не помню. Лазил туда, смотрел. В общем-то, будем с вами вот этот нюанс устранять. Плюс еще посмотрел ролик такой, тоже на третьем гранте. Человек типа как делал восстановление задних амортизаторов. Давайте, наверное, с вами потихоньку поедем в сторону дома. Делал человек восстановление задних амортизаторов. Сейчас переключусь. Вот так потихоньку поедем. И там он просверлил в амортизаторе отверстие, выливал старое масло, припаивал, ну, либо полуавтоматом, я так понимаю, можно приварить. Вот этот вот ниппель с камеры, например, с велосипедной, заливал новое масло и накачивал давление там. Ну, то есть, закручивал золотничок и накачивал пятерку давления. Ну, якобы утверждает, что этот метод работает. Вот, честно вам сказать, не знаю, но такую хренотень, в принципе, можно провернуть, если мы купим два других амортизатора, а вот эти доноры, можно над ними поиздеваться. Но вы обязательно напишите в комментариях, как вы думаете, будет такой амортизатор работать или не будет, то есть, в котором сделать вот этот ниппель, сделать, залить новое масло и накачать воздух. Все, друзья, на этом все. Все отлично, завтра на работу. И с завтрашнего дня сценник будет стоять, потому что будем ездить на служебном автомобиле.